здравствуйте друзья снова спешу поделиться с вами приятной новостью в нашем блоку прибавления и на этот раз благодаря нашему коллеге и автору видеоканала сергей саратов поэтому хочу еще раз выразить слова благодарности сергея за оказанную поддержку если вдруг кто-то еще не видел канал сергея то обязательно зайдите посмотрите не пожалеете ссылку на канал вы сможете найти на странице подписки или интересные каналы а также я размещу ее в описании к этому видео кроме того я получил очень много теплых слов уже в свой адрес от подписчиков и хочу всем сказать огромное спасибо даже не знаю вот как выразиться но чувствую теперь некий груз ответственности так что даже вот боязно продолжать дальше вот поэтому друзья все ваши добрые пожелания и оценки я буду считать кредитом доверенно доверие оказано мне с вашей стороны ну и со своей стороны буду стараться теперь максимально этот кредит отработать вот это все что я хотел сказать и давайте перейдем непосредственно продолжение у нашей сборки ну что давайте продолжим значит это в прошлый раз остановиться на том что я нанес декали в принципе вопреки моим ожиданиям декали нормально в принципе перевелись единственное что несколько толстовата конечно у них подложка вот то есть в принципе при некоторых скажем так ракурсах видно подложка то есть она не серебрится ничего то есть она приклеилась достаточно все хорошо но саму подложку конечно немножко видно вот так что еще но подкрасила еще немножко мосты и рессоры в черный цвет принципе конечно может быть и не обязательно это было делать поскольку здесь у нас вот пигменты и так далее вот но подкрасил так теперь мы переходим непосредственно к смывке значит в качестве смывки будем использовать вот такую жидкость от миг темная смывка вот смывку я не общую буду делать я пройдусь по всем швам и так далее тонкой кисточкой так смывку желательно хорошенько встряхнуть перед тем как использовать так старую кисточку беру так ну снизу снизу я проходить не буду на днище то есть начинает будем непосредственно кисточка конечно не очень удачная такая уже вся лохматая скажем так ну в принципе наверно меня смывки подойдет так вот здесь проходим по всем нашим клепкам конечно такой точный процесс смывки он несколько такой рутинный скажем так то есть общая смывка достаточно в этом плане быстрее выполняется и проще но в то же время и вычищать ее потом несколько сложнее из тех мест где не должно быть правда тут конечно многое зависит еще от качество самой поверхности то есть насколько у нас поверхность глянцевая так прошу прощения если опять выпадаю из кадра так ну в общем не знаю друзья наверное смысл показывать вот это все до конца я не вижу сейчас наверное я прервусь и уже вам потом покажу окончательный результат потому что этот процесс такой небыстрый скажем так в общем как вы поняли прохожусь вот по всем швам места крепления от люков и так далее дальше после того как все это подсохнет уже будем снимать убирать излишки вот и двигаться дальше поэтому сейчас я прервусь и потом уже покажу окончательный результат итак друзья нанесу смывку после того как она подсохла я прошелся по всем швам ватной палочкой и удалил излишки вот так что в таком вот виде у нас сейчас прибывает наш брдм вот кроме того я еще приклеил вот эти вот вспомогательные колеса и теперь следующим шагом у нас будут мы задуем всю модель матовым лаком и подклеим кое-какую мелочевку то есть но в принципе тут подклеивать осталось только вот фары наши подклеим вот и все ну и дальше нужно будет подсобрать еще то что у нас здесь осталось то я вот тоже подкрасил тут кое-что мелочь нужно их приклеить будут поддерживающие вот это вот установки вот и можно будет уже потом заниматься пигментами вот но еще друзья я хочу вам рассказать о той идее которая у меня возникла вот и заодно сделать небольшой мини обзорчик на продукт вот такой вот это у нас готово уже покрытие от фирмы миг ну скажем так для ленивых моделистов так сейчас я его открою не отсвечивал листер единственное конечно что немного вот она все таки сыпется поэтому придется на что-то придумывать еще наверно то лаком обрабатывать вот что хочу сказать в принципе сделано конечно здорово ничего не скажешь все достаточно так смотрится если можно так сказать натурально конечно вещь с одной стороны неплохая но что меня как бы немножко ну не то что удивляет но то что мне вот не совсем понравилось как бы да вот эта вот штука она явно как бы на мой взгляд позиционируется для масштаба 1 35 то уж точно не меньше наверное вот но размеры вот этой штуки мне кажется все таки достаточно небольшие то есть например поставить поставить здесь танк в 35 масштабе мне кажется уже проблематично поставить танк начала войны как вот небольшие танки типа наши там т-37 там т-26 там немецкий мне кажется тоже будут смотреться не очень потому что камни здесь такие мне кажется достаточно крупно то есть мне кажется так бы наверно вряд ли сюда забрался бы уже уже наверно порвал бы гусеницу вот то есть все для нормального танка скажем тогда вот современного 35 масштабе то есть либо получается нужно докупать еще как минимум один такой же вот листик скажем так что мне кажется конечно накладно получается с учетом стоимости данной штуки вот но теперь по поводу непосредственно до той идеи которая у меня возникла но мы уже догадались что данное основание я буду использовать для нашего брдм то есть я хочу сделать небольшую подставочку и с использованием вот этой вот штуки вот сожалению подставки я делаю очень редко тут есть как бы пару причин во первых скажем так не совсем уверен в своих силах до что смогу сделать такой вот что-то подобное но тут как можно сказать что в принципе причина такси я в общем то как говорится здесь глаза боятся руки делают вот но основная причина по которой я редко делаю подставки заключается в принципе в том что к сожалению подставки съедают очень много места сразу на полках вот и там где на полке может поместиться с десяток моделей если их делать на подставке то получается 34 вот такая вот к сожалению банальная причина то так подставки я считаю очень классная вещь и модель на подставке смотрится конечно намного выигрышней и интересней вот кстати вот хочу отметить очень мне нравятся подставки которые делает сергей с канала сергей саратов замечательными конечно подставки из подручных материалов все достаточно ну я бы сказал достаточно просто изготовление мне кажется каждый сможет сделать подобную подставку так что кто еще не смотрел как сергей делает подставки рекомендую посмотреть поискать на его канале видео соответствующие очень интересные подставки получаются вот но вернемся к идее который еще хотел с вами обсудить значит но во первых как говорится бардем предполагается вот поставить подставку но еще еще есть у меня еще одна идея значит смотрите друзья я сделал такую еще штуку я взял колесо и сделал за него смоленую отливку и попытался изобразить пробитые колесо сдать спущенную не знаю конечно насколько вот у меня удалось это изобразить конечно тут проблемы были с имитацией вот этих вот ребер скажем так здесь вот конечно не не смог я придумать еще сделать вот эти вот ребрышки отношения поэтому здесь он такая немножко гладенькая конечно не совсем может быть похоже получилось но я думаю может быть здесь немножко там припылить это дело или обыграть пигментами в общем идея такая что во время то скажем учение или еще чего-то бардем попал на такие камни и пробил колесо так и есть у меня еще фигурка вот такая вот смоляная фигурка от фирмы прапор здесь правда наблюдающий танкиста называется здесь правда танкист времен великой отечественной войны начала вот то есть форма еще без погон но вот хочу его переделать немножко во первых сточить здесь это петлицы вот эти вот воротники ромбы вот эти вот и сделать ему погоны как были вот на форме советской армии шестидесятых семидесятых годах вот общевойсковые ну и соответственно тоже установить его как раз такой позе наблюдает вот установить его как бы чтобы взгляд его падал на это пробитое колесо типа ё-моё что же мы сделали такого чтоб такое но такая вот идея друзья в принципе то что здесь форма не соответствует периоду как бы мне кажется можно простить я знаю что в принципе в армии иногда особенно на выход на полигон там еще куда-то донашивали вот именно форму старого образца которых было много на складах так что вполне возможно быть что наш герой так скажем мог быть одет форму старого образца но соответственно с погонами как полагается то есть вот такая вот у меня идея друзья не знаю как она вам подпишитесь пожалуйста комментарии что вы думаете по поводу данной идеи может быть такое или нет вот если что в принципе как бы колесо то у меня есть и нормально то есть сделать можно и просто чисто бэдэм установить на вот это основание как бы и все вот друзья что хотел сказать еще раз подписывайтесь в комментариях что вы думаете по этому поводу вот но я на этом прерываюсь следующий раз я уже наверное покажу задутую матовым лаком модели с приклеенными там мелочев какой какой и уже будем заниматься нанесением пигментов грязи там имитации и так далее ну все друзья на этом я прерываюсь до новых встреч